слетает прямой эфир прошу прощения сейчас заново наберемся все это сегодня коллапс у меня происходит всем привет сейчас сейчас все соберемся до напомним что мы сегодня встречаемся с доктором-гинекологом девочки прошу прощения что-то мне происходит сегодня магнитной бури так я не вижу пока так катюш если ты видишь меня присоединяйся сейчас подождите девочки стараюсь стараюсь не могу понять где где и что как нам подключить а господи что же это такое катюш присоединяйся если ты видишь меня заходи в прямой эфир так у меня много кто просится и вообще случайно прошу прощения не понимаю понимаю где мой доктор как так это не тот доктор все доктора просятся у меня да прошу прощения так вот вот все поехали девчонки сложно сделать слава у меня меня с то срывается то кто-то другой попадает ко мне прямой эфир я прошу прощения но все было страшно видимо из-за погоды на самом деле да сегодня магнитной бури вообще вот такая голова девочки хочу познакомить с екатериной доктор-гинеколог катюш расскажи немножечко о себе чтобы девочки были в курсе так но меня зовут кургускина екатерина александровна а вот уже три года у нас существует в городе сочи медицинский центр я являюсь главным врачом этого медицинского центра и основная моя работа или специализация это лечение бесплодия связанная с патологией эндометрия то есть там где не растет эндометрий или наоборот он сильно большой такая патология тоже есть потому что все думают что только гипоплазии нужно лечить но если он очень большой это тоже плохо вот что еще ну вообще все что связано с бесплодием это вот специализация нашей клиники и у нас основной профиль пациентов именно такой училась я вот закончила барнаульский медицинский университет принципе это основное но расскажу так глубже про себя я хочу рассказать так немножко то что екатерина 1 их двое до брат и сестра это первые кошные дети в россии представляете двойня первая двойня до 1 до 1 до ребенок чуть постарше а мы вот двойняшки но одна из первых я не знаю может быть были еще но вот восемь девятом году в москве моя мама родила вот двойняшек мы даже были на теме у листьево я прошу прощения она решила поздороваться вот и ну то есть мы первые двойняшки всем хочу сказать что очень важно если вы боитесь делать икон ничего там страшного нет кошные дети такие же как и все нет никаких наследственных опасений что бесплодие передается по наследству если оно не связано с аномалиями развития или врожденными какими-то дефектами поэтому не бойтесь делать и код дети абсолютно нормальные помимо и по важно специализируется как то есть есть люди которые приходят к вам центр в центр или вообще просто да вы есть девочки которые уже просто потеряли надежду обследоваться наверное до конца не знают как это сделать и вообще просто к одному доктору пришли к другому и говорят ну как бы все потеряно да время и как бы можете расслабиться уже ничего не получается только и к но вы же можете восстановить какие-то если есть хронические болезни помочь девушки не идти на и по а родить например забеременеть собой вообще все зависит от причины бесплодия почему-то и к конечно это самый последний вариант или если девочки допустим за 35 или есть которые 40 решили рожать то тут уже нужно посмотреть если она готова сразу пойти на и кота почему нет потому что авариальный запас может таять с каждым днем не может а он тает и помимо того что яйцеклеток становится меньше у них становится еще и хуже качество поэтому иногда мы сразу советуем пойти на и к чтобы у девочки хотя бы были шансы потому что пока мы будем обследовать лечить и даже если это можно легко вылечить просто на и к у нее будет больше шансов мы можем просто какое и нормально качественно подготовить чтобы это с первого раза получилось то есть основное что нужно смотреть при программах в рт это чтобы было хорошее качество эндометрия хорошие яйцеклетки и нормальный кровоток и если все это будет хорошо то шансы на икону до процентов 70 доходят многие девочки даже с первого раза беремене то немного таких пациентов которые ходили лечились и ну если ну больше года ничего не получается не обязательно ходить и пытаться это делать самостоятельно если девочка хочет мы конечно пытаемся особенно если еле 30 время есть или если ей 35 но при этом авариальный запас хороший и мы смотрим что у нее еще есть время и мы можем год-два как-то с ней попытаться и она категорически против и ко по религиозным допустим соображением тут конечно нужно лечить деваться некуда но в принципе это не такая страшная процедура как вот многие описывают онкология не имеет никакого и коней не является непосредственной причиной развития онкологии просто сейчас это стало очень активно сми муссироваться и просто это девочки которые там 42 43 года делают программы в рт и почему-то все сразу если какая-то дальнейшем патологии развивается как онкология все начинают сравнивать или там вот она сделала и к вот у нее онкология хотя возьмите мужчин у них тоже достаточно часто бывают какие-то такие заболевания при этом из них никто не проходил гормональную поддержку сейчас гормоны новые они очень хорошие они хорошо синтезированы они не дают такой побочки вот смотри вот здесь есть вопрос у меня антидмюллер 003 и мне сказали все а сколько лет сколько лет конечно это но это низкий амг и тут если эта девочка молодая скорее всего были наверное какие-то вмешательства на яичниках то есть операции может кисты удаляли и конечно это очень маленький амг но тут нужно смотреть если у нее сохранена овуляция иногда при амг 003 бывает своя овуляция и в таком случае мы можем попытаться получить опять же я бы советовала сразу на ико потому что там заберут яйцеклетки особенно если она молодая значит даже если их мало но они качественные и могут получить 1 2 эмбриона это уже будет шанс потому что чем дольше она будет ждать авариальный запас никак никогда не восстановить никакими чудо процедурами сколько бы они и стоили к сожалению к сожалению это никак не не преодолеть так вот что-то по промерены написано тромбофилии сдала расположенность высокая насколько чтобы спровоцировать что-то я не понимаю что такое мирены это спираль внутри маточная надо посмотреть почему она почему поставили то есть вот так вот по простому вопросу лучше написать что мне поставили там спираль вот там не за год-два ли совсем недавно или там в зависимости тоже от ситуации вот мирена это обычно лечебная спирали и оставят по показаниям врача то есть даже не с контрацептивной целью основном но тут неизвестно что так тут еще я вижу вопрос мне 22 4 года не получается забеременеть можно ли на и к в принципе возраст не является каким-то критерием ну то есть даже 18 делают и к тоже надо посмотреть обследовались вы или нет кстати обследоваться надо паре вместе одновременно почему-то всегда девочки идут и у меня тоже много пациентов которые вот ну залезли им уже во все места и уже что только не делали все анализы посмотрели иногда прям вот такие толстые папки и они пытаются что-то там посмотреть а муж ни разу спермограмму не сдавал или бывает иммунный фактор бесплодия это когда конкретная женщина несовместима с конкретным мужчиной такое тоже иногда бывает это очень легко преодолевается но то есть это тоже программа в рт это инсеминация и беременеют они сразу быстро надо понимать хорошая ли там сперма почему в 22 года молодой возраст если не было никаких операций или там врожденной аномалии развития допустим если нету эндокринного фактора бесплодия вот если у вас регулярные менструации если у вас есть своя овуляция если эндометрий примерно ну там от восьми до десяти и он достаточно хорошо кровоснабжается на узи это можно посмотреть легко но тут уже надо думать что надо обследовать мужа и почему так цикл нарушен 38 лет нет женских дней вообще только на дефосторе а 38 лет цикл нарушен давно нарушен как нарушен раз в полгода или он приходит там с опозданиями а вообще его нету но надо посмотреть что с гормонами что с яичниками были ли какие-то операции цикл хорошо восстанавливается если знать причину если там допустим опять же авариального запаса уже нет иногда бывает вследствие каких-то заболеваний или опять же кисты какие-нибудь множественные на яичниках после операции амг падает то есть яйцеклеток в принципе уже нету яичники перестают работать и возникает аминопауза даже в любом возрасте если это гормональные нарушения тут это все корректируется может быть вес там большой опять же то есть очень мало данных вы если пишите пишите пожалуйста развернутый какой-то вопрос так 46 лет премиуме матки бесполезной ко какая опять таки миома смотрите сейчас у меня тут есть марка сейчас я вам расскажу про нем много вопросов было про немов так секундочку матка так вам будет понятнее вот смотрите что касается миомы зависит от того какая у вас миома вот если вот их вид если миома вот расположена примерно вот так вот это миома смотрит в полость марки ну чтобы было понятнее простым языком если она деформирует полость марки то беременность при такой мне не наступит даже если она маленькая если есть какое-то нарушение или деформация полости матки миомой то миому надо удалять и бесполезно если миома расположена вот тут вот сверху как ну как шарик то такая миома не мешает беременности совсем если миома находится вот в мышцах вот здесь вот тут надо смотреть насколько у нее величина если она очень большая то тоже тут проблемы с вынашиванием обычно не с тем чтобы прям забеременеть но когда матка беременная она начинает очень сильно расти в размерах и тут могут быть проблемы с растяжением этой матки вот поэтому все зависит даже не столько от размеров сколько расположение где конкретно у вас расположена матка и как миома поэтому это очень важно если она не деформирует полость то с миомами хорошо вынашивают и беременную бесплатно если это единственная причина но тут еще 46 лет надо мг смотреть опять же вот гомоцистеин обязательно все смотрите я очень советую высокий уровень гомоцистеина говорит о недостаточности витамина группы b и таких случаях очень часто бывают хромосомные или генетические аномалии у плода поэтому этот анализ нужно смотреть как у матери так и у отца на будущих родителей то есть готовится в любом случае нужно идти вдвоем сдавать и очень много анализов готовится к этому на событию вдвоем не одна девушка так мне не ставили спираль у меня нарушение цикла 38 лет сдала анализы на ген тромбофилию у меня представлен так предрасположено сказали нельзя никаких ок как восстановить цикл я так поняла что нельзя контрацептива так гормоны нельзя не ставили спираль так анализ на тромбофилии сдайте колбулограмму то есть то что генетически вы предрасположены к тромбофилиям это не значит что в данный момент у вас сгущение крови надо посмотреть как у вас вообще с тромбодинамика колбулограмма развернутая полностью вот что с яичниками что с гормонами вот много надо этом сдавать анализов я сама как носитель тромбофилии знаю что это такое и я так как я планирую я в любом случае почти каждый месяц слежу за этим и смотрю пить ли мне таблетки разжижающие или нет вообще надо разжижаться хорошо да и надо смотреть за гормонами то есть обычно если допустим нет эстрогенов то эстрогены есть фитоэстрогены они тоже подбираются есть можно питаться в определенных продуктах большое количество эстрогенов но это конечно не лечение сильно не изменит надо посмотреть почему почему дефицит эстрогенов кстати у кого-то там кто-то задавал такой вопрос может быть недостаточность питания большие какие-то физические нагрузки может быть перенесли анорексию допустим такое тоже бывает заболевание почек есть гормональные определенные заболевания которые приводят тому что потом развивается недостаточность эстрогенов и вот ее корректирует убирая основное заболевание которое к этому приводит так вот еще после удаления полипа и эндометриоза вместе вес после этого набрался появился появились ли еще так появится ли еще что вес через сколько можно беременеть вот смотрите полип удалили эндометриоз прижгли но сразу надо беременеть если вам не назначали гормональные какие-то препараты для подавления активности эндометриоза беременеть сразу в следующем цикле пожалуйста но если она поправилась возможно там назначили или она может просто набрать вес просто может набрать до вес сколько вы набрали 5 килограмм ничего там такого критичного нету но опять же если вы до этого весили там 50 и стали весить 60 это для вашего организма может быть много если вы весили там 80 стали 85 при росте там не сильно это влияет опять же очень важно знать какой у вас менструальный цикл если он регулярный плюс минус там два дня если происходит собственная овуляция то даже набор веса не влияет на репродуктивную функцию поэтому пожалуйста беременеть и если вы поправились и пропали месячные или как-то начались какие-то сбои то это надо корректировать сбрасывать вес джесса можно джесс это так поняла противозачаточные подлетки поправиться можно ли мне тоже кажется это индивидуально вообще кому какие гормональные препараты частенько очень повышают аппетит поэтому имейте это ввиду обычно джесс это самый микродозированный гормональный препарат и чаще всего от него поправлять и потому что аппетит растет и не всегда это контролируется так пишет овуляции своей нет и соответственно не получается забеременеть овуляцию вызывать с помощью гормонов можно ли вызвать его можно овуляцию можно сказать а гормонально это делается с доктором без проблем но я могу ошибаться но скорее всего у девочки нету цикла нормального если у нее задержки постоянные месячные приходят там два-три раза за полгода то если диабет есть в семье наследственно у родителей то вам категорически нельзя есть сахар вообще никакой все что сладенькое на вкус вам запрещено иначе овуляции свои у вас никогда не будет уберите все что сладкое на вкус фрукты сухофрукты мед сахарозаменители вообще все и овуляцию нужно убрать вообще но мне тоже надо завязать но я не знаю как это сделать я такая сладкоежка через два месяца появится своя овуляция поверьте и никаким гормоном не надо первые две недели захочется там убивать вы будете агрессивны возможно но если перевороть вот это и сесть вот на жесткую диету но опять же это поможет тем у кого есть инсулинорезистентности девочки у кого есть это поликистоз или мультифолликулярные яичники у них зачастую кстати большой авариальный запас то есть у них амг там 7-8 и у них не происходит своей овуляции именно потому что при поступлении большого количества сахара в организм у них яичники перестают нормально функционировать и из-за того что овуляции не но она когда-нибудь там происходит спонтанной беременности у них рано или поздно происходит но если вот прям хочется прям час и это единственная причина то уберите сахар у вас эндометрий подрастет скорее всего там тонкий эндометрий потому что нет овуляции вот и все ну или с доктором гормонально это тоже можно сделать вам простимулируют овуляцию ведут триггер произойдет овуляция вы пойдете беременеть это если не хочется себя насиловать и убирать сахар если тяжело такое тоже бывает иногда тоже пациенты говорят вы знаете вообще это невозможно я вот не могу жить без тортика каждый вечер и там каждое утро то тогда мы гормонально стимулируемся и сказать что это как-то вред приносит нет но это просто придется на узи приходить постаряна но через день хотя бы чтобы контролировать рост колликулов под действием гормональных препаратов которые даются чтобы знать когда нужно уколоть специальный препарат чтобы произошла эта овуляция то есть это отнимает время но в принципе такое возможно так но тут про роддомы в сочи или в москве вы знаете я даже не знаю я вот скорее всего что буду рожать в москве вот как но здесь тоже есть роддомы в сочи кто из сочи мне кажется но рожают же здесь детей но я думаю что это все тоже индивидуально знаете все очень зависит как вы подготовитесь к родам потому что иногда на родах смотришь роженица слушает врача врачи же тоже но я понимаю что всякие разные ситуации бывают но в основном естественно все врачи заинтересованы в том чтобы вы нормально родили чтобы с ребенком было хорошо все поэтому не надо думать что врачам абсолютно все равно что там с вами происходит но очень важно чтобы вы были психологически подготовлены к этим родам потому что роды все знают что это достаточно неприятный момент и вам нужно пережить эту боль но самое важное что вы должны слушать врача как бы больно вам не было и надо делать то что он говорит дышать как он говорит правильно дышать опять же правильно тужиться потому что бывает когда уже головка входит вот малый таз уже вклинивается это вызывает поле усиливаются в разы потому что головка давит на нервное сплетение и это нормально и вот в этот момент естественно уже ты ничего не слышишь ничего не видишь больно есть пациентки которые принципе говорят сделайте что-нибудь выключите меня ну то есть я устала я не могу они начинают плакать и ты понимаешь что ты уже ничего ей нужно тужиться и либо будешь давить на живот чтобы ребенка вытолкнуть потому что роженица отказывается это делать из-за боли или бывают они в родах по 10 часов это тоже действительно утомительно в общем самое важное сходите если вы беременны сходите на курсы подготовки к родам это очень хорошая вещь вам научат вас подготовят вы психологически будете к этому готовить это очень важно в любом случае сходите так про полипы про полипы обязательно удалять если вы хотите ребенка то с полипами это невозможно беременности полит вещи несовместимы удалите и забудьте об этом так если они могут перерождаться перерождаться во что в плохое что то ну в онкологию да но это конечно длительный процесс то есть это не за месяц и даже не за год но если там оставить полип он потом может кровить потому что мазня появится боли при половом контакте то есть это в любом случае это как на рост на слизистой его очень легко удалить под мистероскопии там это 15 минут примерно операция и ничего страшного там нету лучше удалить так вот пишет девушка а если цикл длился тридцать два дня и ты то тридцать девять не поняла а вот так в этом цикле 26 но в этом месяце был стресс смерть до близкого человека было в августе 20 так на сроке 7 8 недель ничего не понимаю то есть беременность замерла скорее всего замерзла беременность была в августе 20 года и цикл скачет туда-сюда значит овуляция скачет опять же если месячные начались у вас впервые в 13-14 лет то вам желательно тоже ограничить сахар вот посмотреть гормоны проследите свой цикл сходите на узи три раза в одном цикле то есть кто-нибудь на 5-7 день то есть сразу после того как менструация закончилась потом сходите где-нибудь день на 12 посмотрите если у вас доминантный фолликул какого он размер по размеру это доминантного фолликула будет видно когда прийти следующий раз чтобы проследить есть ли овуляция то есть доминантный фолликул не гарантирует вообще наличие овуляции он может сдуться или потом перерасти в кисту кстати девочки у кого инсулинорезистентность у них очень часто бывают инсулинорезистентные кисты или они даже лопаются во время в основном половых контактов и вот резекции яичников бывают у инсулинорезистентных девочек в основном апоплексия называется вот у кого было тот знает что ручка надо прекращать есть который мы очень любим да 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 вот возьмите сладкую детскую зубную пасту помогает очень носить ее с собой так жвачки тоже нельзя жевать там я не знаю конфетки сосательные тоже нельзя попейте цинку и все первые две-три недели будет тяжело потом уже отвыкаешь вот эти три ложки сахара в чай туда же вот ну то есть это нельзя так вот девушка спрашивает стоит ли беременеть беременеть после после 40 есть риски риски есть вообще всегда ну то есть даже в 20 есть риски различные тут надо опять же смотреть вы хотите беременеть беременеть и найдите хорошего врача гинеколога который вас будет вести и и в 40 и 42 у него девочка в 44 родила ничего страшного просто все зависит от того насколько вы хотите эту беременность и сколько вы готовы ну не то чтобы жить у врачей кто-то из 40 вынашивая спокойно вообще без проблем если нет никаких хронических патологий если у вас там здоровые почки нет проблем с давлением если хорошая эндометрия если яйцеклетки тоже хорошая сперма нормальная то пожалуйста беременеть и почему нет в любом возрасте можно вон сейчас 50 рожают если хочется да прям вообще так да смело очень то есть раньше 50 лет уже бабушками становились а кто-то становится так мало зато как молодеет так смотрите так полипы срочно удалять лет назад уже убирали почему-то противопоказанные интересно но если полип вас не беспокоит беременеть вы не хотите то следите пока полип не даст вам какую-то симптоматику если у вас началась мазня в середине цикла или мазня после половых контактов то это дает полип или вот ощущение того что месячные заканчиваются вроде бы они пошли обидные потом вот начинается по чуть-чуть мажет о коричневым то розовым вот периода сухости практически нет это дают полипы в основном поэтому если начнется такая симптоматика то бегите удалять полип конечно но как правило нам тело и наш организм всегда подсказывает на какие-то сбои поэтому нужно конечно присматриваться прислушиваться к своему телу так у меня почти в два раза повышает изостерон прогестерон ноль почти все остальное норма прогестерон это у нас мужской гормон тестостерон мужской прогестерон но тоже зависит он от овуляции овуляции нету поэтому он нулевой значит овуляции стимулироваться до нужно нет а тут это же девочка которая спрашивала в 38 лет нет месячных только с дюфастоном дюфастоном он просто вызывает ну там после 10 дней иногда после шести дней приема просто начинается мазня вот надо смотреть анализы я вам так не могу сказать даже что с когулограмма вы ее смотрели там я не знаю гормоны щитовидной железы проверяли или нет если там узлы какие-то это тоже очень важно рожали вы или не рожали какие операции у вас были может быть вас выскобили неудачно эндометрий пропал и поэтому нету цикла потому что эндометрия очень важно почему аборты считаются самой опасной процедурой в принципе во всем мире сейчас стараются таблетировано прерывать беременность ну или там или по желанию или по показаниям потому что кюретка то есть то как делают аборты это делается вслепую и это такой достаточно острый инструмент ложка с вырезанной сердцевиной это делается вслепую естественно врачи под ноу стараются вычистить там все достаточно хорошо чтобы ничего не осталось и не было воспалительного процесса но если переборщить то можно задеть базальный слой эндометрия эндометрия больше не растет вот и в этих случаях возникает гипоплазия эндометрия очень частая причина там где-то у меня тут должна быть картинка вот смотрите так чтобы не было видно вот это эндометрия вот это внутренняя слизистая матки вот это функциональный слой вот он нарастает во время менструации то есть он растет потом если беременность не наступила он отторгается начинается маточное кровотечение а вот здесь вот базальный слой именно он обеспечивает нормальной росткой функцию эндометрия и при выскабливаниях матки особенно если их было несколько вот этот базальный слой может быть нарушен именно поэтому эндометрий нормально не растет или даже может быть где-то когда-нибудь он вырос нормально или гормонами его надули но при этом он может не не функционировать так как надо то есть то что он пышный нужно еще смотреть то как он функционирует это касается и маточных труб они могут быть проходимы но функционально несостоятельно вот спрашивают гормона можно резко уйти или потихоньку нужно какие гормоны скотов отменяйте и все когда закончилась пачка отменяете больше не пьете нет не обязательно если это допустим гормоны забыла название сейчас все пьют их глюкокортикостероиды и конечно надо отменять постепенно а коки которые пьют девочки с контрацептивной целью их просто отменяете когда пачка закончилась если вы отменили ее в середине цикла то начнется маточное кровотечение это конечно может вызвать бой лучше этого не делать ну вот ладно мы сейчас пропали по все это уже поговорили тут много пишет об этом это на самом деле распространенное девчонки давайте мы лучше сейчас поговорим о том стоит ли переживать или бояться планировать беременность после 35 лет да пусть это мой даже случай на что нужно обратить внимание обязательно поверьте мне вот может на моем опыте вы поймете что нужно обязательно за ухо брать своего мужа и не свести его обязательно проверять потому что даже если у него есть дети время идет и что-то может меняться вот чтобы не только вас залечивали мужчину тоже надо проверить вот хотелось на пару вопросиков отвечу вот тут очень бурно происходит овляция убирайте сахар опять же мультифолликулярные яичники это важно убирайте сахар так киста 6 сантиметров смотря какая если она функциональная то она пройдет сама если это эндометриоидная киста то конечно такие кисты нужно удалять иначе она может лопнуть но иногда тоже зависит от того насколько вареальный запас хороший некоторые гинекологи могут и пунктировать это конечно не лечение но если вы планируете беременность лучше пропунктировать забеременеть и потом уже можно удалить чтобы не любая операция на яичниках убивает овариальный запас поэтому это важно 6 сантиметров смотря какая киста так фолликули фолликулы так маленькие овуляции нет с детства скорее всего тоже либо это но это гормональная так каким способом лучше удалять полип лазером удаляют да найдите хорошую клинику если в москве то я знаю что доктор чернышова занимается этим неплохо клинике так можно ли четвертое кесарево можно скорее всего но и будет если предыдущие три тоже выкидыш на 12 недели почему на 12 недели большой срок или это шейка и проблемы или это может быть перенервничала сильно из-за нервов может быть такая ситуация но нет если сильный организм и хорошая беременность то нет поверьте беременны нервничать в любом поводу достаточно часто поэтому но если не какой-то там кардинальный стресс это даже смерть супруга переживают и то есть в 12 недель выкидыш надо смотреть почему нет ли там патологии плода но частенько это либо вот патология плода или шейка матки открылась так все в принципе вопросы закончились на какую тему мы сейчас общаемся да хотела больше поднять тему как готовится девушки вот если она после 30 лет на что нужно максимально обратить внимание если есть проблема с эндометрием и если так если есть по эндометрии как его можно нарастить и что в вашей клинике есть ну я просто я когда приезжала я видела что там есть какие-то у вас агрегаты вот хочу чтобы рассказали что касается вот в три вам допустим 30 лет никогда не беременели и вот просто решили да выкидыша не было никакой отягощенной патологии тоже нет то вам нужно просто сходить на узи посмотреть если у вас овуляция какой у вас эндометрий если он хороший сдайте анализы на заболевание передающиеся половым путем муж пусть даст спермограмму обязательно смарт-тестом это важно если она хорошая сдайте анализ на совместимость если иммунного фактора бесплодия нет то пожалуйста беремените гомоцистин обязательно надо посмотреть обоим супругам тоже это очень важно если эти анализы нормальные начните пить витамины омега витамин d витамины группы b и беременеть и без проблем если не получается то нужно смотреть почему не получается если у вас я сразу советую сделать диагностику проходимости маточных труб сейчас это можно сделать с помощью узи если у вас допустим три-четыре года не получается и вроде бы все обследовали иногда или это трубы или вот что-то связанное с эндометрием он может быть тонкий цепляется но не может зацепиться нормально полностью вот что касается эндометрия он может быть даже 8 это нижняя граница норма но если он хорошо хорошо функционирует если увеличить на узи эндометрия он должен делать вот такие вот движения там называется перистальтика эндометрия если она существует кровоток там хороший то значит он функциональный и беременность приживется если вы видите что эндометрий тонкий то в нем есть какие-то включения что он в одном месте чуть толще в другом чуть тоньше что он может плохо расти вот тут уже надо конечно им заниматься потому что самое важное если нет эндометрия какие вы классные у вас не были бы яйцеклетки эмбрионы то беременности там не будет или она прервется на на раннем сроке кстати если прервалась она однократно это еще не знаете что такая ситуация повторится имейте ввиду два и более раза подряд это считается как бы привычным невынашиванием нужно смотреть почему но если прервалось вот один раз может быть действительно что-то вы на ранних сроках пережили вот на ранних сроках стрессы влияют 5-6 недель там да ну в 12 это уже человечек уже достаточно но вот вот это же может сказаться на 2 на 12 недели то что произошло в 5 недель ну то есть там что-то самое основное это закладывается когда вот вы еще не знаете о беременности все органы все системы закладываются до 6 7 недель дальше просто это все нормально начинает расти развиваться если вот до 6 недель вы пережили какие-нибудь там выпили какие-то таблетки я не говорю об антибиотиках они не всегда так ужасно влияют на плод но какие-то вот глистогониться нельзя это очень важно какие-то серьезные препараты которые могут давать большую то есть это тератогенное действие на плод если вы планируете иметь ввиду что ничего такого вам нельзя принимать только витамины максимально здоровый образ жизни никаких химических производств там все зависит от того где вы работаете и бывает так что вы когда узнаете что беременность наступила понимаете что неделю назад там контактировали с ребенком с ветрянкой кстати или там с краснух если вы не болели этими заболеваниями в детстве то желательно как бы держаться детей подальше или так в израиле после пятидесяти бременеют и рожают а что у вас там делать интересно в израиль а так у нас тоже это часто делается но это икона до понимать что если женщина родила после пятидесяти но нет бывает конечно очень редкий случай там одна на миллион но в основном это конечно женщины которые сохранили свои эти клетки это заморозка яйцеклеток и они могут храниться сколько угодно долго маткой в 50 такая как была в принципе там но восстановить функцию эндометрия восстановите менструацию и пожалуйста можно посаживать то есть это гораздо проще если у вас есть замороженные свои яйцеклетки у вас есть время для маневров что-то лечить и эмбрионы хранятся гораздо лучше чем яйцеклетки то есть можно в принципе заморозить яйцеклетки но при разморозке не могут потерять свое качество но не намного но тем не менее это играет роль а как эмбриона уже уже которые совместили да вот можно чисто ваши яйцеклетки то есть если в одинокая женщина и принца еще нет на горизонте но уже как бы хочется заморозить можно заморозить яйцеклетки но они хранят ну они при разморозке могут потерять и качество поэтому лучше конечно оплодотворить их первой и заморозить непосредственно эмбрион они лучше хранятся и лучше размораживаются и шанса потом кстати не не важно сколько они хранятся месяц или там 10 лет качество от этого не теряется вот так вопрос при генитальном герпесе как забеременеть повышать иммунитет и так понимаю да ну да можно еще есть препараты вот кстати влог очень хорошо помогает внутривенно лазерное облучение крови снижают титры особенно если вот препарат который вы выставляли недавно в сторис это вот фото динамическая терапия фототроник или фото стим есть если его принимать и параллельно там через какое-то время сделать внутривенно лазерное облучение то значительно снижается активность герпес вирусной инфекции но если она просто существует у вас генитальные герпесы и он не проявляется очень ярко то сделайте просто влог и пожалуйста беременеть если обострение у вас хронический раз в месяц перед менструация допустим то тут конечно его нужно как-то утихомирить от него не избавишься к сожалению но сделать так чтобы он вас не беспокоил это возможно спрашивают вы принимаете роды нет уже нет нет а в студенчестве вот я не за год в роддоме провела так роды я не сейчас не планирую кстати очень много беременность но роды тяжелый процесс и просто врачи каждый должен заниматься своим делом даже гинекологи те кто принимают роды это нужно быть спецом в этой области я уже пошла совсем другую я не акушер вообще я могу вести беременность но с родами я в этом ничего не понимаю но не то что ничего но вот качественно как это сделают профессионалы которые работают в роддоме годами пусть лучше они это делают вот есть вопрос еще пока открою собаки дверь как нарастить эндометрии у вас же есть какие то там вот смотрите эндометрий в зависимости от того насколько сильно он поврежден это можно либо по узи посмотреть у нас есть аппарат спектрального анализа метрия по нему мы можем оценить насколько сильно он поврежден то есть там можно посмотреть как он дышит как он кровоснабжается как он растет то есть чтобы его пролиферативная активность это рост эндометрия совпадали с днем цикла потому что иногда бывает что он растет слишком быстро или в окно имплантации в общем он не такой как он должен быть и вот это рассинхронизация процессов овуляции эндометрия рост эндометрия тоже может приводить к тому что беременность не наступает или прерывается так вот если вот в москве есть профессор зуев он занимается фото динамической терапией он прекрасно выращивает эндометрии просто этот аппарат этим занимаюсь и я тоже в клинике у нас прекрасные результаты эндометрия очень хорошо растет надо понимать что панацеи нет нигде то есть не факт что вам его вырастет все зависит от того насколько сильно он поврежден и почему он не растет то есть это гормональная дисфункция или же это все таки была травма с травмой работать сложнее потому что там уже может быть нарушен базальный слой и не всегда получается это восстановить но или это фото динамическая терапия вот еще раз профессор зуев владимир михайлович занимается этим в москве вот в краснодарском крае этим занимаюсь только я очень хорошие результаты я бы даже сказал что это лучшее что сейчас придумано потому что в основном это гормональная терапия и надуть гормонами не всегда помогает вот я хочу сказать свою историю потому что мы у меня прекрасный доктор тоже в москве но мы пытались нарастить эндометрии именно гормонами полгода я пила гормоны все равно у меня эндометрий оставался на том же уровне но я ем сладкое всегда не знаю может быть это мешало сейчас буду пробовать вот этот вот препарату я уже пью его да и мы попробуем как бы с вами это все делать результаты у меня очень много пациенток у кого и эффектом сохраняется до года то есть это не так что сделали и сразу там надо на и койте или там зависимости от того то есть вы можете потом пробовать самостоятельно если это единственная причина то у вас есть время он хорошо работает и помогает выращивать или можно сделать плазмотерапию внутриматочную то есть берется кровь из вены ваша же центрифугируется забирается чисто плазма и эта плазма вводится вам в матку желательно чтобы вы во время этой процедуры то есть полежали это делается прям лежа но у нас это делается прям стационаре мы вводим плазму в матку девочка лежит вообще не встает часа два чтобы она там побыла поработала они работают как стволовые клетки тоже помогают эндометрию вырасти более качественно это делается с начала цикла то есть только прошла менструация и ну все выделения прошли на следующий день можно начинать делать плазму через день раз в три дня вот так вот минимум пять процедур и тоже хорошо помогает физиопроцедуры вообще можно так себя подготовить да подготовить именно место где малышу будет комфортно нужно смотреть опять же у девочек с исходно звучанием крови допустим очень важно в момент любых терапий разжижать кровь потому что там где если кровь густая значит органы кровоснабжаются плохо из-за густой крови у них не хватает господи оксигенации они плохо дышат и когда вы какую-то терапию проходите очень важно чтобы ваша кровь нормально притекала к тому органу который вы лечите поэтому тоже очень важно есть абдоминальная декомплекс она кстати очень хорошо помогает этому она разгоняет кровь она значительно улучшает кровообращение не только в малом дозообществе в всех органах и системах поэтому единственное противопоказание конечно это наличие тромбов то есть если они есть то декомпрессию делать нельзя если этого нету то попробуйте прекрасные вещи во время беременности угрозы беременности гистозы оттеки очень хорошо нарушение плодов маточных кровотоков очень хорошо снимать без всяких медикаментов за пять процедур вот почему-то это тоже у вас в центре есть да у нас тоже есть такой аппарат мы специально мы подбирали все что связано с беременностью с какими-то патологиями все чтобы сделать беременность максимально здорово и чтобы нужно было принимать какие-то препараты то есть у нас есть много механизмов много инструментов для того чтобы скорректировать какое-то состояние беременной то есть осложнение беременности без медикаментов у нас есть кислородный генератор кстати если вот сейчас во первых после к вида функция легких снижена а во вторых но мы мало гуляем и воздух загазован особенно больших городах вот очень хорошо помогают кислородные коктейли или вот кислородные ингаляции если есть у нас вот прям есть аппарат и водородные ингаляции и кислородные ингаляции они очень хорошо снимать гипоксию они разжижают кровь незначительно но тем не менее то есть они улучшают и кровообращение в организме и помогают дышать хорошему организму это очень хорошо и беременным и на этапе подготовки вот если нет такого права ты вы живете в другом городе купите кислородные баллоны дышите или тоже очень хорошо я кстати когда жила в москве у меня всегда машине был кислородный баллон вот я им дышала потому что ты когда стоишь пробки и газ вот эти газы которые просто но ты ты живешь только просто на самом деле это болит голова если у нас это я спасалась этими баллонами вот эта гипоксия да она хорошо снимается именно чистым кислородом потому что так это очень тяжело как разжижать густой укрот во-первых девочки расскажу про меня же такая же тема пейте побольше воды хотя очень не хочется заставляйте себя можете по чуть-чуть ее подкислить лимончиком и какие-то препараты надо смотреть из-за чего и насколько она густая то есть или поддерживать вам надо постоянно кто-то аспирином раньше разжижал правильно же раньше вообще просто был аспирин и все ставьте пиявки периодически хорошая штука она и вызывает все тромбы на самом деле пиявочка и разжижает вам кровь раз полгода делайте такую терапию себе помните вообще препараты которые разжижают кровь они достаточно опасны то есть вы не можете их вот я сейчас в эфире там назвать вам препараты вы завтра начнете их пить а послезавтра ну там или через месяц может случиться инсульт от чрезмерного разжижения крови поэтому не стоит читать в интернете особенно с такими препаратами с гормональными с кроворазжижающими что еще ну вот это основное что используют гинекологии девочки вот самостоятельно то что помогло вашей соседке не всегда поможет вам в лучшем случае вам не поможет а в худшем это может вам навредить да поэтому не лечитесь по интернету не спрашивайте что помогло маше глаше сходите к доктору и тоже очень важно не надо прыгать от одного доктора к другому это тоже важно даже если бесплодие дело такое иногда лечится годами вот у меня даже есть в ленте пост моя мама лечилась 6 лет и просто она говорит что я делала все что мне говорят врачи даже вот один и тот же врач вам нужно просто выбрать того кому вы доверяете а вот и все не всегда с первого раза все получается возможно вам подберут какое-то лечение которое не поможет тогда можно его заменить то есть доктор уже будет знать что вам точно не подходит и это тоже такой вариант возможен то есть не все заболевания очень легко и очень особенно с бесплодием сейчас есть еще такое бесплодие неясного генеза но в основном неясного генеза это когда еще не очень понятно то есть надо обследовать неясного генеза не бывает всегда есть какая-то причина просто ее еще не нашли Бывает психологический фактор бесплодия. Опять же, если девочка маниакально хочет ребёнка, зачастую вот они стоят в берёзке, после половых контактов они высчитывают овуляцию, делают тесты, я не знаю, плачут на рекламе с пупсами. Ну, то есть это очень важно. Расслабьтесь, не получится беременность, вам нужно помедитировать, послушайте спокойную классическую музыку, отвлекитесь. Вот если вы слышали, я думаю, что слышали истории, когда усыновили ребёнка через год забеременели сами. Или, я не знаю, поехали куда-нибудь, спланировали восход куда-нибудь на какую-нибудь гору или там... А ты, мы отдых планировали и всё. Да, ещё и в этот отдых поехали беременные, потому что отпустили ситуацию и решили, что, конечно, где-нибудь в горах беременность никак не может существовать хорошо, и это противопоказание, активный такой образ жизни. Расслабьтесь, забудьте о беременности, займитесь чем-нибудь, не знаю, может быть, понянчите соседского ребёнка, если вам это поможет психологически. И тогда очень быстро... Врачи вот тут в этой ситуации вообще бессильны. То есть тут всё зависит только от девочки. Если она расслабится, отпустит ситуацию, выдохнет, забудет об этом всём, то беременность наступит. Если у неё никаких других патологий нет, вот вообще месяца за три точно. У меня тоже много таких пациентов. Я могу сказать по себе, у меня после каждого раза, когда была несчастная беременность, у меня прям... Не то, что мне хотелось поиграться каким-то ребёнком, я даже не могла смотреть на детей. То есть у меня не было жалости, а у меня прям отторжение было такое, что мне это так больно... Ну, я такую боль пережила, да, разочарование какое-то. Вот это ещё тоже психологический фактор, и скорее всего, что нужно, когда ты готовишься, или когда ты узнала, что ты беременна, обязательно работать с психологом. Да. Прорабатывать это, потому что я понимаю, что в моём случае так это точно. Да, ну и вообще очень важно, чтобы муж вас поддерживал. Это же климат в семье, поэтому обязательно спросите, хочет ли муж этого ребёнка. То есть... Ну, тоже очень важно, чтобы он вас поддерживал, чтобы он был рядом. Это гораздо психологически легче, потому что иногда бывает, когда в паре кто-то один хочет ребёнка, или, может быть, муж хочет, а вы нет. Такое тоже бывает. Вот живут все, вся родня говорят, тебе же уже 30 или 35. Ну, что ты сидишь? Ну, что сидишь? Ну, у всех уже дети, уже у кого-то внуки, а ты вот всё не рожаешь. Вот срочно надо. И вот в таких случаях тоже бывает, что девочка-то психологически вообще этого не хочет. Или тоже проблема с беременностью. Она может ходить даже обследоваться, пытаться лечиться, но она внутри. Ребёнка этого не хочет, и поэтому не получается. То есть всё у нас от головы идёт, как вы хотите. Да, это очень важно. Да, и оттутание. Оттутание и голова. Это основное, что вы должны запомнить и нормализовать. То есть очень важно правильно питаться. Я не говорю, что вы должны питаться шпинатом и кефиром, но поменьше жирной, жареной пищи. Постарайтесь не употреблять какие-то гамбургеры, ну, по крайней мере, не часто. Фастфуды всякие, да? Да, и с резистентным девочкам лучше не употреблять сахар. Не то, что лучше. Это вообще запрещено. Всё, обязательно смотрите функцию печени. Это тоже очень важно, чтобы у вас был нормальный уровень белка. Питаться, опять же, если сниженное питание, там вот тоже, опять же, одной травой питаются, это тоже очень плохо. Недостаточность, это дефицит массы тела, дефицит витаминов, дефицит белка. Это тоже приводит к тому, что будут проблемы с беременностью. Потому что беременность, это очень большая нагрузка на организм женщины. Да, она для этого создана. Она, любая женщина, в принципе, выносит этого ребенка. Но она должна быть к этому физически тоже готова. И после каких-то изнуряющих диет вот тоже могут быть проблемы. Вы, возможно, забеременеете, но потом могут быть дефицит массы тела у плода. Может быть, я не знаю, нарушение кровообращения. То есть это тоже очень важно. Могут быть повышенные давления. Поэтому за это надо следить. Как называется ваш центр, пишут. Это, наверное, девушка из Сочи. Семейная физика доктора Кур Гускиной. Да, вы подпишитесь и просто увидите. Все там есть в Инстаграме. Пожалуйста, следите за доктором. Она очень интересные посты выставляет, сторисы. Ну и у нас уже несколько гинекологов. У меня еще есть Лариса Викторовна Воронова. Это тоже в Сочи очень известный доктор. И если я не могу помочь, допустим, этот вариант, я тоже говорю, что я не всевидящая ока. Есть патологии, с которыми я не могу справиться. То вот Лариса Викторовна, я всегда у нее советуюсь. Я очень рада, что она вообще появилась у нас. Вы собираете консилиум. Да, мы собираем консилиум всегда. И вообще, в принципе, любой какой-нибудь интересный случай мы всегда собираемся консилиумом. Во-первых, когда несколько голов, мы и УЗИ лучше посмотрим. Кто-то что-то увидит, кто-то не увидит. У кого-то больше опыта, у кого-то даже не обязательно возраст. Иногда у каждого свой опыт, в принципе. Поэтому это очень важно, когда есть с кем посоветоваться, у кого, может быть, даже передать полностью пациента. То есть, если я вижу, что это не мой профиль, и я этим не занимаюсь, и кто-то справится лучше, не обязательно. Даже в нашем центре у меня есть доктора, которым я могу без проблем направить, если я этим не занимаюсь, и я знаю, что они это сделают лучше, чем я. Почему нет? Так, вот мне пишут, вам, может быть, просто задой нам не подходит. Подходит. Отвечаю. Подходит. Мы проверились на генетику, на всё. То есть, всё у нас замечательно. Просто есть момент. Бывает такое, что не время, да? Да. Бывает, вот, например, да, вот отлисталось какое-то время только из-за того, что мы выпили вот эти гристогонные таблетки, потому что я приютом занималась, и я очень много контактировала с бездомными собаками. На всякий случай, кто знал. Вот знаете теперь, люди, пожалуйста, кто готовится, не принимайте никакие в случае таблетки. Да, потому что это будет, ну, это отсрочно какой-то период времени, чтобы вывести этот яд из организма. Опять же, можно сделать внутривенное лазерное облучение крови, чтобы почистить кровь, но дело в том, что если выпить вот эти препараты и потом забеременеть, то шансов нет никаких. Вообще. То есть, вообще. Выносит, да? Да. Там 100% будут большие генетические и хромосомные аномалии, которые приведут к внешнему родствам, и даже если случится чудо и беременность дойдет до каких-то больших сроков, то, скорее всего, ее будут прерывать насильно по медицинским показаниям. Поэтому вот эти препараты очень сильно влияют на плод. Поэтому ни в коем случае этого не делайте. Думайте. Вот если вы начинаете готовиться к ЭКО или к беременности, сколько бы вам лет не было, думайте, что вы едите, что вы пьете, что вы делаете. Это очень важно. Сейчас такое время, что у нас у всех мы едим ГМО-продукты, напичканные всякими различными химикатами, и от этого никуда не денешься. То есть, у нас и так уже есть, в принципе, достаточное количество факторов, которые могут усложнить это течение. Поэтому думайте и максимально берегите себя. Регулярная половая жизнь. Это очень важно. Два-три раза в неделю. То есть, раз в неделю это мало. Не надо отслеживать эвуляцию, не надо следить за температурой. Можно больше? Но вот не меньше. Два-три раза в неделю можно? Да. Но не реже, чем два-три раза в неделю. Расслабьтесь, ни за чем не следите. Вот один раз ходите на УЗИ, посмотрите, что у вас есть своя эвуляция, эндометрий хороший, и все, в принципе, нормально. Все. Наслаждайтесь жизнью, процессом, и ни о чем не думайте. Чем больше вы будете заморачиваться над этой темой, тем меньше шанс того, что это получится хорошо. Вот. Расскажите подробнее про генитальный герпес. Если постоянно рецидивы, это может негативно повлиять на беременность? Может, да. Да, мне тоже кажется, что да. Это же вирус в любом случае. Да, тем более, что это, во-первых, и в интимной зоне, и вам некомфортно, и это может повлиять серьезно. Нужно обязательно посмотреть титры, насколько они, почему у вас этот генитальный герпес. Поднимите иммунитет. Различные препараты, из которых поднимают иммунитет, они разные, в зависимости от препаратов, они по-разному применяются. Почистите кровь, сделайте влог. Поставьте пиявочки на генитальную зону, тоже неплохо помогает. Вообще пиявки, они прекрасно чистят и кровь, и место, которое воспалено. В артолиниты я не всегда вскрываю, я могу поставить туда пиявочку, потом сделать физию, и в артолиниты проходят. У меня такой опыт тоже есть. А что это такое? Это когда на половой губе забивается железа, и половая губа очень сильно опухает, это помогает, проток делает пиявки, пиявки хорошо помогут. Да, вот если на ранних сроках, то есть сразу, как только вы обнаружили припухлость, болезненность в области половой губы, сразу если прийти на прием, то пиявки очень хорошо это убирают. Если, конечно, затянуть, что там будет все раздуто, тут уже деваться некуда, конечно, придется вскрывать, но если вовремя, вот вовремя обращаться к доктору, то очень хорошо можно убрать любую патологию без операции. А чтобы вовремя обращаться, чувствуйте свое тело и изучайте себя, прислушивайтесь к себе, всегда подсказывает ваше тело, что не так идет, в каком месте, поэтому... И не будьте срачей. Ну, если вам один, вы пришли там случайно к кому-то незнакомому, вам не очень понравилось, или вы сомневаетесь, ну, сходите к двум, к трём, сравните мнение, почему нет, ну, а не бойтесь идти, не ждите, а то уже все приходят тогда, когда уже там все очень плохо и очень тяжело все это восстанавливать, как-то лечить, и потом говорят, что в России плохие. А вообще не затягивайте никогда и гораздо проще, быстрее и безболезненнее все это можно вылечить, убрать любую практическую патологию. Так, подскажите, после замерзшей беременности уже дважды чистили, постоянно вылазит плацентарный полип. Что делать? Есть ли возможность повторно забеременеть? А почему не беременеть вообще не получается? То есть, если, ну, в одном и том же месте этот полип вылазит, значит, лучше прижечь ножку, то есть, операция делается кетероскопией под контролем видеозрения, вот, опять же, тоже узнайте, чтобы процедура была выполнена не вслепую, то есть, выставливание, а конкретно удаляется лазером вот этот полип, прижигается ножка, где он был. Если полип рецидивируют на одном и том же месте, то, скорее всего, вот эту ножку просто не удаляют, и он вырастает на бассейн. Да, через 2-3 месяца он вырастает снова, поэтому прижгите ножку, где был этот полип, и все пройдет. Вот, опять же, проверьте гормональный фон, просто так они постоянно не вылазят, что-то не так. Листогоны, таблетки нельзя пить до беременности сколько по времени? Желательно за полгода. Полгода, да. Ну, минимум 3 месяца, да, желательно за полгода. Кстати, существует, ну, психосоматика, все мы верим в психосоматику, так вот, полипа в основном говорят об обиде на мужчину. Отпустите, отпустите обиды, и все. Что, что, что такое? Обиды. Вот полипы, вообще в матке, ну, вообще, миомы, полипы, это очень часто говорится с психологической точки зрения, что существуют обиды на мужчину, на мужа, ну, на каких-то бывших ухажеров или на отца, допустим. Постарайтесь с психологом проработать ваши взаимоотношения с противоположным полом. Ой, вообще, все идет из детства, на самом деле. Да. И девчонки потом не понимают, откуда это все вообще растет. Ну, вообще, сейчас очень помолодели какие-то заболевания, что раньше миом не было в таких количествах, полипов действительно не было в таких количествах, и вообще бесплодия в таких количествах не было, поэтому, если брать то, что изменилось за эти годы, допустим, даже с 90-х годов, то это, конечно же, основное, это питание. Мы пьем антибиотики, вот когда мы просто чихнем, ну, просто так, на всякий случай, заранее, причем какие-нибудь, такие, серьезные антибиотики, так вот, или там какие-нибудь таблеточки сами, без назначения врача, появился интернет, все очень любят лечиться по интернету, поэтому, вот, это то, что может приводить к каким-то заболеваниям, поэтому старайтесь следить за своим питанием, и правильное питание это не обязательно диета, это просто нормальное питание. Обязательно... Лучше кашу, кашу, поистем, картошку, кристи. Да, то есть не надо питаться хот-догами, шаурмой, ну, по крайней мере, на регулярной основе, вот этот фастфуд, это очень плохо отражается на вашем здоровье, как и мужчин тоже. Мужчин, если раньше у нас были возовские рекомендации по критериям нормальной спермы, то сейчас эти критерии значительно снижены, то есть раньше бы мужчин, которые сейчас считаются нормой, даже не взяли бы в протокол и пытались бы лечить, потому что это раньше считалось плохой спермы, сейчас уже критерии все ниже и ниже и ниже, потому что качество спермы тоже падает, поэтому не надо забывать, что в процессе создания детей всегда участвуют два человека, поэтому... Конечно. Их нужно обследовать, обоих нормально, тем более, что мужчин гораздо проще обследовать, они сдают гемограмму смарт-тестом, делают УЗИ простаты, смотрят, все ли нормально, и если там нет инфекции, сперма хорошая, то на этом все, у женщин все гораздо сложнее. Так, можно забеременеть, принимая ацикловир, наверное, я так понимаю, да, вецикловир, написали, в генитаре, если все равно рецидивы, хоть как минимум принимать... Так, ну я поняла, то есть у герпеса тут многого, у многих людей... Ацикловир противовирусный, лучше этого не делать. Найдите хорошего иммунолога, и все, он вам поможет. Сделайте внутривенное лазерное очищение крови, 10 процедур ежедневно. Называется это влог. Вы думаете, который вот этот полип прижигают неправильно, ей врачи не разрешают беременеть с этим? С полипом она не забеременеет, в принципе, то есть сразу после удаления полипа, вот есть два месяца, чтобы она забеременела. А с полипом даже не то, что не разрешают, просто это не получится. Нет смысла, да? Просто нужно удалять, и качественно просто. Да, просто с полипом беременность не приживется. Это опять же патология эндометрия, соответственно, там невозможна беременность, к сожалению. Поэтому его лучше удалять. Если вы планируете и хотите беременности, от полипов надо избавляться. А после того, как заморозили эрозию, через сколько можно беременеть? Чем? Крио? Пожалуйста, там через два месяца беременеть. Ага, ну вот, ну если заморожено, значит криво. Угу. Так, смотрите, так, 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 что у нас тут еще есть? Очень много спрашивают в 40 лет плечи, откуда появились. Питание, посмотрите, здесь дайте анализ на микробиоту по Осипову. Вот, что-то воспитание. Да. Вот, потому что в 40 лет уже гормональных сбоев практически не бывает. Или это во время, когда наступает климакс, иногда бывает такая стыдь. Но в основном, вот, после 30-ти любая стыдь связана с кишечником, с работой печени, вот, прокапайте препараты, которые помогают в функции печени. Допустим, гиптрал хорошая очень вещь, и все пройдет. То есть вам нужно почистить ваш организм, в принципе, гормонам вряд ли это имеет отношение, если у вас нету нарушения менструального цикла при этом, то это 100% патология пищеварительного тракта. Вот спрашивают, как можно попасть к вам на прием? Если вы из Сочи, то, пожалуйста, в клинику записывайтесь. У нас там есть контакты, да, вы можете в директ написать или позвонить нам на регистратуру. Да, я сейчас в любом случае сохраню эфир, я попишу доктора, вы выйдете, подпишитесь к ней, узнаете, как работает, то есть директ, пожалуйста, без проблем. Да, не проблема меня найти. Так, все благодарят. Пожалуйста, девочки, пожалуйста. С миомами, кстати, очень-то вот у нас предварительные вопросы были к эфиру, с миомами. Вот если у вас есть миома, которую тяжело удалить, если она субсирозная, то есть сверху растет, то не трогайте ее, если она небольших размеров, ничего там страшного нет, беремените. Иногда есть такие миомы, которые очень тяжело удалить оперативным путем и назначают эмболизацию маточных артерий. В принципе, эта вещь неплохая, но прибегайте к ней в крайнем случае, потому что, если вы планируете беременность, и эмболизация, это тогда, когда пережимают ток артерий основных к матке, и за счет этого уменьшаются узлы, да, появляется шанс забеременеть, то есть миома становится меньше, и тогда вы можете вынашивать. Но вследствие того, что матка питается хуже, не только матка, в принципе, яичники, вот, я бы вообще посоветовала, ну, это надо смотреть, конечно, каждый индивидуальный случай, но я бы заморозила яйцеклетки, особенно если это девочка лет 35, я бы сначала бы заморозила яйцеклетки, потом бы сделала эмболизацию маточных артерий, потому что снижение притока крови к репродуктивным органам всегда приведут к снижению качества яйцеклеток, к качеству эндометрия, и, да, рост миомы прекратится, она уменьшится со временем, но для того, чтобы на всякий случай, вот, один протокол стимуляции, у вас будут в запасе яйцеклетки, и даже если потом беременность через какое-то время не наступит, то у вас будут в запасе клетки, и эндометрия плохо растет, вот в этих случаях помогает хорошо фотодинамическая терапия или плазмотерапия, но тоже ненадолго, потому что, опять же, приток крови к матке снижен. Вот спрашивала девушка, появилась папилломы на половых органах, заморозила и лечилась, но опять появляется, что делать устало уже от них, то есть получается, значит, папиллома вирус, у нее рецидив идет постоянный, да? Поднимается. Абсолютно такая же история, как и с бигерпесом, то есть вы от него уже не избавитесь, но держите иммунитет на нужном уровне, чтобы не было, кстати, проверяйтесь, сдавайте анализ фемофлор-16 каждые полгода, чтобы не было никаких инфекций во влагалище, потому что они тоже приводят к снижению иммунитета местного и могут провоцировать обострение таких вот папиллом, герпеса, вот, и тоже сделайте влог, вот советую сделать влог, тем, это лазерное очищение крови, или можно сделать вот переливание крови, когда берут из вены кровь и потом ее центрифугируют, обрабатывают определенным образом и вкалывают внутримышечно. Можно сделать озонотерапию, но это нужно делать под строгим контролем врача, то есть просто так прийти и сказать, что сделать, потому что в некоторых случаях она может спровоцировать рецидив герпеса, и причем достаточно серьезный. Но иногда, если качественно все подобрано, вот и доза, и кратность, озонотерапия, это тоже очень хорошая штука, она борется. При озоне, вот я как-то слышала, может ли расти, например, опухоль при озоне, если озон делают, если есть опухоль? Какая опухоль? Ну, допустим. Ну, вот если девушка не знает, что у нее, например, какая-то не очень хорошая вещь, и начинает делать озон, может вырасти? Ну, гипотетически, да, потому что озон разжижает кровь и улучшает кровообращение. Соответственно, из-за того, что улучшается приток крови, гипотетически она может вырасти. Но сказать, что это особо частые явления, в принципе, если это злокачественная опухоль, то тут любая манипуляция может привести к какому-то взрыву и росту чрезмерному, не только озон, это может быть и стресс, может быть, не знаю, резкая потеря веса, резкая набора веса. То есть любой какой-то внешний фактор может привести к тому, что любое онкологическое заболевание резко наберет обороты и быстро начнет убивать человека. Вообще советую всем раз в год сдавать полную полостью пройти обследование, чтобы уже спеть. Спокойно с тобой. Да, маски сдайте, сделайте УЗИ органов в брюшной полости целиком, гинекологию, сделайте щитовидку, посмотрите. Если там все хорошо, то живите дальше спокойно, потому что часто бывает, что девочка приходит на осмотр, никогда не была на УЗИ. У меня, кстати, вот была недавно девочка, ей 46 лет, она никогда в жизни не была на УЗИ. Вот вы представляете, никогда. Я впервые такое вижу, причем, что у нее стоит спираль внутриматочная и при этом ей не делали УЗИ и как-то она даже не знала, что это такое. В общем, мне было очень, и мне было интересно, я впервые такое встречаю. Вот так не должно быть. Сходите и не бойтесь. Если у вас все хорошо, если у вас нет никаких симптомов, вряд ли вы придете куда-нибудь на УЗИ и вам врач скажет, что ой, у вас и это, и это, и это, и вот вам срочно, вот вы умираете, ну, редко. Это либо клиника, но опять же, смотрите, сейчас везде есть отзывы. А лучше идите к проверенным врачам, я специально вас знакомлю для того, чтобы вы знали, кому пойти. Я прохожу сама этих врачей, я не просто рекламирую, потому что я уговорила Екатерину, чтобы она захотела о себе рассказать, потому что человек, правда, очень грамотный. Мы поговорили целый час, это было наше знакомство, это всего лишь первый эфир, поверьте, не последний, я буду как можно чаще какие-то темы поднимать, буду спрашивать у вас вопросы, что вас интересует и буду упрашивать, если Катя пойдет на встречи, чтобы вы выходите прямо в эфире, чтобы вы были хотя бы подкованы информационно, как дальше действовать, да, или как кому бежать, если у вас какая-то есть проблема. Я оставлю прямой эфир, обязательно подпишу Инстаграм Кати, вот, вы подписывайтесь, обращайтесь, если у вас какие-то есть вопросы, пожалуйста. Всем желаю хорошего вечера, Катенька, благодарю, прекрасно был эфир, да, ты потрясающий, умный доктор, я тебе желаю вообще расцветать в своем направлении, пусть у тебя все получается замечательно, я с тобой не прощаюсь ни в коем случае, я говорю тебе только привет и идем дальше вместе. Договорились, я была рада вопросам, если что, вы всегда можете нам написать, если будут какие-то вопросы очень много, мы можем, да, сделать отдельный эфир прям по какой-нибудь узкой теме, чтобы вам было интереснее, и, ну, думайте, спрашивайте, может быть, какие-то, ну, препараты я не люблю обсуждать в эфирах, потому что они тоже подбираются индивидуально и нет никакого смысла, но какую-то патологию отдельную можно было Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!